Доброе утро от лохматой Оли Жвавой. У меня сегодня уже 15 февраля, 8 утра. Так, что нам говорит календарик. Сейчас оторву, расскажу вам. Мне так нравится эта картинка за 14 февраля. Вообще, она такая милая. Пойду сделаю из нее закладочку. Так, когда все не по плану, меняй план. Ну, немножко не моя фраза. Я люблю, когда все по плану. И если вдруг все не по плану, я просто не то чтобы меняю план. Я подстраиваюсь под то, что происходит не по плану. Наверное, вот так скажу. Но это не значит, что я что-то совсем меняю или от чего-то отказываюсь. Потому что если это есть в моем плане, значит, это есть в моей голове, значит, это мне надо. Значит, мне надо все равно к этому какими-то другими путями прийти. И вот если говорить про другие пути, то это да, как бы можно поменять шаги своего вот этого планирования. Но конечный результат все равно у меня чаще всего неизменный, либо немного скорректированный. Поэтому сложно мне прокомментировать эту фразу, когда все не по плану, меняй план. Я скажу по-другому. Когда все не по плану, не напрягайся, не злись, не расстраивайся. А умей вот именно подстроиться и получать удовольствие даже от того, что идет все не так, как ты запланировал. Вот так я бы написала. То есть не парься. Кратко. Так, я заварила себе здесь кофеек, потому что кроссан еще через час только откроется. А мне надо сейчас как раз-таки, первое, я сяду за свой ежедневничек и там попланирую все, что мне надо за эту неделю. После чего я вам смонтирую видео. После чего я сяду водить вчерашние все продажи. И уже после этого я буду сидеть, понимать, анализировать, как они прошли. Посмотрю еще раз, сравню с прошлыми годами, 14 февраля. И попытаюсь сделать какой-то вот именно уже грамотный анализ, чтобы понимать, на каком я свете нахожусь. Вот. Как вы понимаете, кто смотрел вчера мое видео, рассказала, что я переживала сильно за парковку. Нормально, нормально. Я сегодня полночи переживала за парковку. Просыпалась с мыслями о том, как я выйду. Потому что машина вроде как села полностью в сугроб, и я очень переживала. И утром проснулась я, но все быстрее будила. Говорю, Яночка, пошли, потому что, может, придется кого-то звать, чтобы нас толкали. Но, вы знаете, с первого раза просто красиво. Это было очень красиво, очень эффектно. Мы выехали с этого сугроба. Не знаю. Наверное, знаете, сработало то, что снег за ночь подмерз. Он уже не был таким рыхлым. Такой немножечко с корочкой льда. За счет этого все-таки легче было в машине выехать. Потому что вчера я вот как села, и я ни назад, ни вперед машина больше не двигалась. Ну, чего я сейчас об этом говорить? Не надо париться. Все отлично. Все будет именно так, как должно быть. В общем, всех вас с новой рабочей неделей. Надеюсь, у всех у вас хорошее настроение. Если не очень, то надо, чтобы было хорошее. В общем, смотрите по сторонам. Находите все позитивное вокруг. И чаще улыбайтесь. А я пойду пора. Первым делом я решила вам видео смонтировать. В общем, почти на 30 минут получилось. Сейчас выгружается из программы монтажа. И потом уже на YouTube буду загружать. И пойду в круассанчике схожу. Возьму себе кофеечек. И, знаете, на улице такое солнце светит. Небо голубое. Вот я сейчас стою, смотрю. Просто я так почему задумалась. Я сегодня, когда ехала с Яночкой в школу, ее везла. И, знаете, вот эта дорога такая, местами нечищенная. Вот этот вот холод, снег, да, сугробы. И вот одежда вот эта. И я еду. И прямо аж вот крик души у меня такой. Думаю, ну когда же, когда же уже будет весна. Мне так устало уже от этого снега. От этих сугробов. От этих метелей. От морозов. Мне так надоело портить свою прическу капюшонными и шерфами. Мне хочется одеться красиво. Каблучочки, юбочка. Пройти по улицам. А ты тут как снеговик, я не знаю, замотанный. У тебя снеговики вообще не замотанные. Ну, в общем, а я вот как замотанный снеговик. Такая, знаете, кукла-неваляшка. Я сейчас смотрю на улицу. А там так красиво. И в принципе-то и зимой тоже красиво. Да, есть какие-то моменты, которые некомфортны. Но надо научиться все-таки от них получать кайф. Да. Когда же я еще себя почувствую такой неваляшкой, как вот не сейчас. Не вот в эту погоду. Это же тоже мило, по-моему. Ладно, пойдемте кофе. Ну вот, смотрите, какая красота. То, что я хотела вам показать. Небо голубое, солнышко освещает все. Ой, красота какая. Знаете, что я еще сейчас вспомнила? Ровно год назад в этот день я собиралась во Францию. И в принципе я там и оказалась. Помните, в Париже? Есть видео на канале, можете посмотреть. Аж не верится, что уже целый год прошел. И, кстати, тогда еще даже никто про коронавирус ничего не говорил. Так, по чуть-чуть начинали, но еще никто не боялся. Паники не было, закрытых границ не было. Можно было классно погулять. В своем уголочке я сейчас уже все поводила, посчитала и читаю ваши комментарии. Особенно, кто пишет, вот как прошли продажи на 14 февраля. Вы пишете, что очень маленькие были продажи, мало было людей. Много у кого выручка, намного ниже, чем в прошлом году. Ну, в принципе, я понимаю, что, наверное, это такая общая статистика и у нас, и у вас. Потому что пообщалась с девочками, с ученицами. Тоже очень жалуются на большие остатки. Вы знаете, я вам сказала, что, с одной стороны, я была очень довольна. Довольна была, потому что был поток вот именно хороших покупателей, да, у которых был очень хороший бюджет, которые у меня, в принципе, взяли классные букеты. Исключительно из дорогих цветов. Но весь тот привоз, который я привозила для основного потока, который будут брать просто розочку, там просто какой-то минимальный, ну, маленький букетик, там, например, хризантема, там, с альстромерией, да, такой классика. Это все у меня осталось. И хризантема, и розы одноголовые достаточно осталось, и альстромерии с тюльпанами. Соответственно, конечно же, меня спасло, наверное, именно то, что были вот постоянные с хорошим бюджетом. За счет этого, конечно, в минус я не вылетела. Большого плюса у меня тоже не получилось, потому что цветок остался. Если он сейчас распродастся, вот, до следующего привоза, то тогда, в принципе, будет так же, как в прошлом году. Вот. Если я сейчас его посписываю, то, конечно же, продажи будут ниже, чем в прошлом году. Но, что хотела сказать. Вот ко мне сегодня люди ходят. Люди ходят, ну, как, у кого-то день рождения, кто-то берет цветочек, у кого-то грустный повод, да, там, за гвоздичкой приходит. Там одна женщина, несмотря на цену, ну, взяла хризантему, потому что на похороны хотела именно с хризантемой идти. И, общаясь с людьми, я задаю вопрос, как вы вчера отметили праздник? И вы знаете, ну, даже то, что они по грустному поводу пришли, все равно я их отвлекала, да, разговором. И абсолютно каждый человек, кто сегодня заходил ко мне в магазин, абсолютно все сказали, они как? А что, разве это праздник? Я говорю, ну, вам хоть цветы подарили? Я говорю, нет, и как-то и не хотелось, и не до праздника. Понимаете, возможно, все-таки происходит то, о чем я как-то вам говорила после того, как у меня были продажи на День Матери. Вы же знаете, в Беларуси День Матери в октябре, да, в октябре, 14 октября мы отмечаем. И вот я замечаю, вот 6 лет уже магазина, то есть я могу как-то анализировать продажи, да, уже за 6 лет. И я заметила, что каждый год продажи вот на День Матери и на День Валентина сильно меняются. На День Валентина по чуть-чуть идет снижение, а вот на День Матери по чуть-чуть идет увеличение. И если взять сегодняшний День Валентина, точнее вчерашний, и вот этот вот День Матери, который был в 2020 году, 14 октября, то уже День Матери намного лучше прошел, чем День Валентина. То есть уже этот праздник, он как-то перетянул на себя, да, свои все продажи. Поэтому, ну, посмотрим. Поэтому, наверное, в будущем мы с вами будем говорить, что День Матери это репетиция 8 марта, а не День Валентина. Потому что если судить по Дню Валентина о 8 марте, то прогноз, в принципе, не сильно веселый обещает быть. Но мне не хочется судить вот по Дню Валентина. С другой стороны, если судить вот по Дню Валентина сейчас, то мне надо полностью менять свой заказ, мне надо полностью на 8 марта максимально уходить вот в экзотику, только во французскую розу, и просто не оставлять никакой одноголовой, тогда, возможно, все будет нормально. То есть если у меня будет такой же поток покупателей, да, вот как вчера, которые приходили только за такими классными букетами. Потому что тогда просто вот этот основной поток, который нам давал количеством качественной продажи, именно количеством, да, вы понимаете, его не будет, его не будет, и он вам вот этот большой выручки, получается, и не даст никто. Ну, не будем забывать, что когда происходят какие-то сложные экономические ситуации в стране, когда идет снижение показателей в экономике, первое, от чего будут люди отказываться, это от каких-то излишеств. К сожалению, цветы в нашей стране для людей, которые, ну, считают, очень сильно считают деньги, для них цветы это излишества. И если раньше они могли позволить себе хотя бы минимальный букетик, либо розочку, то сейчас для них это действительно, ну, то, от чего можно отказаться. То есть вряд ли люди откажутся от какой-то, наверное, коробочки конфет в подарок, да, скорее всего они откажутся от цветов. То есть они более существенное что-то понесут, чем цветы. Ну, вот так, к сожалению, это так. Не хочу пока думать про 8 марта и давать какие-то неблагоприятные прогнозы. Я верю в лучшее. Я такой оптимист по жизни, наверное, и даже если вообще не было людей на 14 февраля, я бы все равно верила, что, значит, они все просто экономят денежку для 8 марта, чтобы прийти и сразу купить много. В общем, мне хочется верить в это. Я, конечно, очень благодарна своему магазину, я очень благодарна своему бизнесу вот этим 6 годам работы здесь, что у меня получилось все-таки сюда привлечь того покупателя, которого я хотела, да, которого я максимально желала, которого я представляла в своих мечтах, что вот такие люди ко мне будут приходить и вот такие букеты я буду делать. И вчера просто исполнилась, наверное, моя мечта. У меня были такие люди, я практически не бегала, у меня не было нервных людей, которым все дорого, да, и которые недовольны уходили. У меня были исключительно люди, которые абсолютно не смотрели на цену, которым не надо было объяснять, почему так подорожали цветы. Это вот то, о чем я мечтала, о чем я все время вот в своей голове, что я прокручивала, визуализировала, я думала, вот так хочу, чтобы у меня бизнес шел, чтобы вот такие люди шли. И они пошли. И даже вот если брать вот тему желаний, далеко ходить не надо. Вчера, когда я только-только пришла в магазин, когда уже пришла Мариночка, и я говорю, Марина, я хочу сделать какой-нибудь очень дорогой букет. Я говорю, как ты думаешь, продастся? Марина говорит, ну, конечно, продастся. Я говорю, ну, тогда я буду делать, несмотря на цену, а вот просто вот такой, какой хочу я получить. И вот я сделала первый букет, который вам показала, и его буквально в течение часа купили. И дальше пошли люди вот на такие букеты. Понимаете, как будто бы я дала посыл, что сегодня я хочу делать букеты, только как для себя, абсолютно все равно, по какой цене они получатся. И я полностью исключила из своей головы страх о том, что их не купят, что они сильно дорогие. Нет, я решила так. Я хочу просто, чтобы это было в кайф, чтобы это было души, как для себя. И приходили люди, которые тоже хотели от души, чтобы эти были букеты, и им абсолютно было все равно. Какая цена? В общем, это хорошо. Итог, итог. Итог. У меня, в принципе, не так все плохо, как могло бы быть. Ниже, да, ниже, чем в прошлом году за счет того, что не пришел потоп вот этих покупателей за классическим ассортиментом. Но, тем не менее, не унываем. Выше нос, все будет хорошо. Так или иначе, многие же говорят, что это не наш праздник. И, несмотря на то, что мы его каждый год всегда к нему готовимся, стараемся его праздновать, все меньше и меньше людей как-то на него почему-то реагирует. Сижу, вырисовываю свою летнюю картину. Немножко подмерзла, одела куртку и хочу чай себе заварить. У меня уже начало шестого. Так что еще где-то два с половиной часика. И можно будет собираться. В общем, тут, что у меня в холодильнике. Вот букетики, которые не продались вчера. Сегодня тоже букеты не брали. Но, видите, розочки уже все, почти нету. Розочку как-то разобрали. А вообще, да, сегодня в основном шли по грустному поводу. В принципе, знаете, это и неудивительно, что идут люди по грустному поводу, потому что то, как наша погода вообще себя ведет, ну, даже самый здоровый человек чувствует себя не очень хорошо. С утра было солнце, где-то минус 4, и так хорошо. А к вечеру уже опять минус 20, обещают, ну, по крайней мере, ночью. И чувствуется, что наступает похолодание, потому что, я же говорю, я здесь сидела абсолютно, ну, вот, без верхней одежды, даже без шарфика, и рисовала, и мне все становилось холоднее, холоднее, холоднее. И я понимаю, что не, надо греться. Чего-то как-то совсем тяжковато. Небольшой снежочек такой сейчас прошел. Вот, припорошила землю. Ну, вроде метели у нас не обещают, но я ради интереса залезла в прогноз погоды. В общем, в течение ближайшего месяца потепление тоже не обещают. Где-то в пределах минус 11, минус 14, и вот так вот будут лежать эти сугробы. А так хочется уже весны, ну, ничего. Сейчас до 8 марта дни пролетят просто по мгновению волшебной палочки, очень быстро, мы даже не заметим, как наступит это время, да. Там тоже много работы будет, не до погоды, не до чего. Ну, а после 8 марта уже, так или иначе, по крайней мере, на календаре будет весна. И это уже не может не радовать, согласитесь. И вообще, это сегодня 15 февраля, да. Меньше двух недель осталось до календарной весны. Классно же. Поздравляю вас всех. Мне тут осталось еще 10 минут, я уже собираюсь потихонечку. Сейчас через минуточек 8 буду кассу выключать. В общем, смотрите, вот так выглядит моя картина. Как вы видите, все мелкие детали практически уже дорисованы. Вот только вот этот вот кусочек осталось с мелкими деталями прорисовать. И все, дальше небо. Здесь большие достаточно, видите, такие кусочки для зарисовки, поэтому здесь уже будет быстро. И, в принципе, есть вероятность, что на этой неделе я закончу, и вам уже покажу готовый вариант, а сама начну новую картину рисовать. Вы помните, у меня же их там три я тогда купила. Вот это вот первая. Уже знаю, что вторую буду рисовать, ну и потом третью. Класс, мне так нравится. Вообще так красиво тут вот все. Прям чувствуется, как будто бы вот горит свет, да, как будто горят фонарики. Прям ощущается вот этот свет заката. Очень красивая картина. Я довольна, что я ее взяла и что я ее рисую. Действительно смотришь и представляешь себя вот на месте этой девушки. Все, мои хорошие, я уже дома. В общем, спокойный день сегодня выдался. И поработала, и позанималась циферками, планированием, анализом всего, что происходило за предыдущую неделю. И порисовала, в общем, много всего сделала. Я собой горжусь, отличный день. И я довольна, что он прошел у меня достаточно продуктивно. На завтра тоже уже планы все в ежедневник записаны. Надеюсь, что так же все продуктивно и выполню. Сейчас мне Янка предоставит вкуснейший ужин. Она немножечко забыла про ужин. А я как мама разленилась. Потому что первое, что я спросила у Яны, когда пришла, это, а ужин будет? Потому что она меня уже так разбаловала тем, что всегда встречает с едой, что я уже не представляю, что может быть по-другому. В общем, давайте я покушаю и потом к вам вернусь. Договорились? Я уже спать собираюсь ложиться. У меня после этих праздников руки такие сухие-сухие. Моя мама подарила Янке на Новый год набор кремов разных. И среди них был такой крем «Зимушка». Зимний крем для рук от ветра и низких температур. Слушайте, вообще такой хороший-хороший. Он такой жирный, густой. Но опять же, на улице мне его тяжело мазать, потому что он достаточно долго впитывается. Но вот на ночь помазать руки вообще самое то. В общем, включила камеру, чтобы сказать, что все в порядке. Я сыта. Все хорошо. Настроение отличное. Пора ложиться спать для того, чтобы выспаться и с улыбкой встретить новый день. Вам всем желаю тоже всего самого наилучшего, чтобы вас всегда все радовало, чтобы вы почаще улыбались, ну а также от себя, как обычно, уже по традиции. Хочу вас поблагодарить. Поблагодарить за то, что вы со мной, за то, что вы ставите лайки, за то, что вы пишете мне комментарии и просто подписывайтесь на мой канал и не пропускайте ни одного моего видео. Я вас очень сильно люблю. Вы у меня самые лучшие. Помните об этом. С вами была Оля. И до новых встреч. Пока-пока. Пока.